Привет всем! Сегодня будет опять очень важное видео. В принципе, как и всегда, это видео касается мышления, так что обязательно досмотрите его до конца. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Никогда, блин, не судите о человеке по внешнему виду, по первому впечатлению. Никогда не судите о человеке, не зная человека. Я посмотрел комментарии под прошлым моим видео, где я летал к маме на вертолете, я, честно говоря, просто охренел. Я даже не ожидал, что у меня вот столько подписчиков, которые делают вывод просто по одному видео. Это неправильно! Еще очень важная вещь. Если вам что-то нравится, если вы что-то очень любите, это совсем не значит, что это должно нравиться другим людям, что это должны любить другие люди. Поймите, пожалуйста, это. Многие опять же могут сказать, да забей ты на эти хейтеров, зачем ты оправдываешься. Наоборот, я учу людей правильному мышлению. И вот как раз хейтеры, я им благодарен. Они мне дают тему для видео. Как раз вот благодаря хейтерам я и выпускаю такие видосы, с которых можно брать огромную пользу. Ребята, вы должны понять, что основная концепция моего канала это правильное мышление. И я учу людей правильно мыслить. Потому что если вы будете делать вывод о человеке, не зная человека, это неправильно. Вы не сможете стать миллионером, вы не сможете зарабатывать деньги. Вернее, деньги вы зарабатывать сможете. Деньги заработать легко. Быстро заработать деньги это просто. Но сохранить деньги тяжело. Быть по жизни с деньгами, исповедуя правильное мышление. Вот это вот тяжело. И этому мышлению нужно всегда придерживаться. Мои хейтеры, кстати, делятся на два типа. Я, конечно же, понимаю, что чем больше у тебя популярности, тем больше будет у тебя хейтеров. Но вот у меня концепция такова, что я должен объяснять это людям. Итак, первый тип хейтеров. Первый тип хейтеров думает, что я очень богат, был давно. И вот это вот все, все эти старые квартиры, вот это вот все постановка. Вот эти вот все ободранные обои, моя старая хата, это все постановка. Я специально ее снял, я подготовил такой проект, чтобы втереться к людям в доверие. А второй тип хейтеров думает, что я до сих пор бедный, что у меня ничего нет, что вот я сейчас живу в отеле, что вот поездки мои на Бали, на Мальдивы, на вертолете. Спонсирует Олимп. И у меня нет денег, я там очень мало зарабатываю. Вот так вот люди думают. А почему они так думают? Потому что они нихрена не делают выводов. Они вот посмотрели мое первое видео, и на основе своих убеждений все уже сделали вывод. Совершенно не зная человека. Хейтеры, если вы хотите разобраться, приходите ко мне на встречу. Почему ни один хейтер, блин, не пришел ко мне на встречу? В Москве, в Киеве все говорят, я приду, я о тебе узнаю. Так приходите, задавайте мне вопросы. Почему вы не приходите? И в конце все сбриваются, я пишу, кстати, им. Так что, вы будете на встрече? Да нет, у меня не получается, мы еще с тобой разберемся. В чем разбираться? Приходи, я тебе все расскажу. Я для всех, блин, открыт, ребята. Итак, возвращаемся к теме видео. Что писали люди в комментариях под прошлым видео, где летал к маме на вертолете? Сделай маме нормальный ремонт. Как так? Ты летаешь на вертолете, а у мамы дома нет нормального ремонта. Твоя мама, блин, живет в клоповнике. Как можно такое писать, не зная, что я давно купил маме квартиру с хорошим ремонтом? Вот вы это знали, не знали, а вы уже пишете. Хейтеры, кто из вас купил маме квартиру? Вот кто? Ответ, никто. Вы только можете писать. Знаете, в чем ваша проблема? И почему у вас никогда, блин, не будет денег? Вот вы сейчас меня смотрите, это ваш шанс измениться. Вы только пишите. Вот если бы, вот если бы, если бы у меня были деньги, я бы сделал ремонт. Если бы у меня были деньги, если бы. Я не говорю, если бы. Я делаю. Вот в чем отличие миллионера от обычного человека. Он много говорит, но он ни хрена не делает. Я человек слова, я человек поступков. Я беру, блин, и делаю. Не говорите, если бы. Берите, блин, и добивайтесь успеха. Берите жизнь в свои руки. Вы также будете, блин, жить в дерьме, если будете говорить, если бы. Вот, ваш, блин, пинок под зад. Вставайте и делайте что-то. Еще хотел немного поговорить о своих родителях. Вот, мои родители застряли в зоне комфорта. Им ничего не хочется. Когда я купил маме квартиру, вот в Киеве, классную хату, она говорит, я не хочу туда переезжать. Мне нравится в своем маленьком городе. Вот так вот мыслят родители. Им там нравится. Они могут не ходить на работу. У них уже куча денег. Но им хочется ходить, потому что мама говорит, а что я буду делать? Мне нравится ходить в коллектив, работать. Я уже так привыкла. Вот эта привычка. Вот сейчас вы смотрите это видео. Все абсолютно. И делайте вывод. Какой вы можете сделать вывод с этих слов. Вот если вы до 25, до 30, блин, не уедете с маленького города. Это я обращаюсь к тем, кто хочет изменить свою жизнь. Кто хочет вырваться в большой город. Эта рутина вас затянет. И тогда уже шансов намного меньше у вас останется, чтобы свалить с этого города. Чем когда вы молоды. Так что берите и действуйте прямо сейчас. Я когда сказал маме, блин, нужно поменять эти советские табуретки. Знаете, что мама сказала? А зачем? Они и так хорошие. Зачем мне что-то менять? Мне это нравится. Они прочные, качественные. Сейчас таких табуреток, моя мама говорит, никто не делает. Также моя мама не любит обои. Она не любит вот эту вот химию. Она говорит, я хочу, чтобы у меня стены были в обычной побелке. Потому что мне так нравится. Потому что я не хочу дышать химией. Вот так она любит. Я когда маме сказал, да поменяйте себе уже этот телик. Она говорит, я не хочу плазму. Мне не нравится плазма. Я привыкла к этой маленькой коробочке. Она мне очень нравится. Вот так они рассуждают. Я еле их уговорил сделать паспорта. Сделайте паспорта. Поедьте на отдых. Они не хотят. Плюс у моей мамы проблемы со здоровьем. И она плохо переносит перелеты. Она хочет себе тихонечко, спокойно отдыхать в деревне, на природе. Так же и мой отец. Вот им это нравится. Вдали от этой всей шумихи, от больших городов. Они говорят, мы уже старые. Мы уже это не хотим. Вы молодые, вы живите. Вот как рассуждают родители. И если вы думаете, что всем нужен этот ваш евроремонт. Большие классные квартиры. Не всем. Вот вам и зона комфорта. Я могу поспорить у многих из вас такие же родители. У которых уже укоренелое вот такое вот отношение. Вот моя мама привыкла экономить. И привыкла платить конкретно за ценность. Не за бренд. Она не видит в этом логики. Потому что зачем переплачивать? Если можно купить намного лучше, например, нашего отечественного производителя. И это будет намного качественнее. Вот она так устроена. А я уже говорил, что никого не нужно вам менять. Меняйтесь сами. И люди будут на вас смотреть. И делать какие-то выводы. А вот папа, кстати, мой немного изменил мышление. И теперь пользуется деньгами. Говорю, пользуйся. Зачем эти деньги, если ими не пользоваться? Сделай себе на старости, блин, жизнь неприятная. Я, кстати, у трансформатора на семинаре подсмотрел интересную фишку. Зарплата маме. Вот он каждый месяц на карточку маме присылает деньги. Так же сделал и я. Я своим родителям поставил автоматические платежи. И каждый месяц им приходят деньги. И они уже вообще ни за что не переживают. И вот папе, я говорю, трать эти деньги, как ты хочешь. Не эконом. Я говорю, что ты хочешь? Он говорит, я хочу классный, крутой спиннинг. Я говорю, так купи себе этот спиннинг. Да он такой дорогой, я бы за эти деньги мог. Я говорю, купи, блин, этот странный спиннинг. Что ты еще хочешь? Я хочу бензопилу. Купил спиннинг, купил бензопилу. И теперь себе на даче в свое удовольствие ходит на рыбалку. Пилит, я не знаю, деревья. Вот ему нравится на природе. Ему очень нравится вот в деревне. А кому-то деревня не нравится. Особенно молодому поколению. Так что, ребята, следите за собой. А не кого-то там обсуждайте. Это тоже мышление миллионера. Не говорите, есть ли вы. Если вы так хотите позаботиться о своих родителях, так сделайте. Докажите это на деле, а не на словах. Вот как нужно делать. Нужно действовать. Здесь и сейчас. Берите и действуйте. Поднимайте свою задницу с дивана и идите и действуйте. Идите и помогайте родителям. Если вы этого хотите. А не тратьте время на комментарии. Вот вам и секрет успешных людей. Я вот был на конференции, кстати, на бизнес-концентрате 3.0. Сделаю вам крутое видео. Там очень много полезной информации. Вот послушал миллионеров, миллиардера Оскара Хартмана. И он говорит, действуйте сейчас. Время действовать прямо сейчас. Берите и делайте. Вам не нужны деньги. Вам не нужны знания. Вам не нужны связи. Это все вам не нужно. Это все придет, если вы будете делать. Если вы будете брать и делать. Вот моя черта. Я делаю, несмотря ни на что. Я не останавливаюсь. Потому что вы никогда не проиграете, если не остановитесь. Проигрывает не тот, кто падает. А тот, кто не может подняться. У кого опускаются руки, и он это все бросает. Вот тот проигрывает. А тот человек, который никогда ничего не бросает. Который всегда идет до конца. Он никогда не проиграет и становится успешным. Блин, это самый главный секрет. Постоянство усилий. Делайте, делайте. Делайте, несмотря ни на что. Получается, не получается. Да вам должно быть насрать. У вас есть цель. Вы должны брать и делать. Вот и все. А не писать в комментах. Хейтеры. Вот если вы это поймете, ваша жизнь кардинально изменится. Итак, буду заканчивать. Вышло солнышко. Шикарно закончу на светлой ноте. Ребята, никогда не сдавайтесь. Всегда идите до конца. Желаю вам, чтобы у вас никогда не опускались руки. А если вам не хватает мотивации, я буду давать вам эту мотивацию. Так что, огромное всем спасибо за просмотр, за поддержку. Если вы со мной согласны, обязательно поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на мой канал. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok